Доброе утро. 1 сентября в детском центре Океан произошло событие, которое многие заметили, но мало кто понял. Сразу оговорюсь, что стараюсь рассматривать ход событий отстраненно. Я не за белых и не за красных, и не испытываю симпатий в какой-либо стороне. А ты мальчик чей? Ты откуда к нам в деревню попал? Я не чей, я сам по себе мальчик, свой собственный. Предлагая человеку занять на выбор позицию одной из двух сторон, система лишает его возможности подумать самостоятельно, без стереотипов, без шаблонов. Тем самым достигается одна из главных задач по разделению общества на два противоборствующих лагеря. Поэтому на сентябрьский курьез предлагаю взглянуть со стороны. Представьте себе, что это был своего рода тест на внимательность. Насколько оболванено население и способно ли оно в принципе осознать, по чьим реально управлением находится. Результаты теста оказались удручающими и превзошли всемыслимые ожидания. Население крепко спит. Авторы проектов с повышенной осознанностью и те, которые постоянно задаются вопросом, что не так, тоже никак не поддержали подачу президента. Может быть еще осознанность не такая высокая, а может быть цели не те, что заявлены. Вот и получается, что с одной стороны уже с десяток лет обсуждаются версии альтернативной истории, а с другой стоило главе государства намекнуть на тех, кто придумал историю, на тех, кто организовал войны, за чьи интересы погибали целые народы, как население тут же приняло стойку и начало высмеивать за незнание уроков традиционной истории. Получается, что смеемся над своей же глупостью и невнимательностью? Так давайте попробуем разобраться. Было высказывание об участии Петра в семилетней войне ошибочным? Оговоркой или это удачная попытка с помощью СМИ выдать подсказку населению за ошибку? Что такое оговорка? Это ошибочное высказывание. Всегда стараюсь внимательно слушать и смотреть. И по моим наблюдениям, все три сценки с суждениями о семилетней войне – это своего рода спектакль. Да-да, именно три, а не две. Оказывается, в 2015 году президент уже называл войну Петра со Швецией семилетней. Петр Первый во время семилетней войны, будучи в действующей армии, прислал схему, это мне знаменский рассказывал директор Петра Дворца, прислал схему устройства своего ватер-клозета, то есть канализации, по сути дела. Лично думал об этом. Вы на самом деле думаете, что за неполные семь лет человек, занимающий такой высокий пост, не способен разобраться и запомнить, какая война была семилетней, а какая северной? Исходя из того, что историю пишут победители, давайте попробуем отыскать реальных выгодополучателей. А таковыми явились, по сути, финансисты и банкиры, которым оказались должны участники семилетней войны. В частности, государственный долг Великобритании по завершении передела земель в Европе и военных действий вырос в два раза. Сразу же по завершении финансового порабощения Европы, свои щупальца финансовый спрут направил на восток. И по тем же лекалам была создана сухопутная держава. Правда, по результатам правления Софии Августы Фредерики Анхальпцерской, более известной для порабощенных народов, как Екатерина II, население этой самой державы оказалось должно частному голландскому банку ГОПП 88,3 миллиона голландских гульденов. Семилетняя война прокатилась по всему миру. Одной из ее частей была Померанская, военный конфликт между Пруссией и Швецией. Обращает на себя внимание тот факт, что королева Швеции Луиза Прусская была родной сестрой короля Пруссии Фридриха Великого. То есть в то время, пока родственнички решали свои вопросы, гибли сотни тысяч мирных жителей. Подробно эту технологию по развязыванию войн с участием родственников мы с вами уже разбирали в видео «Стоп игра, стоп война» и «Русский царь». На составление этой схемы родственных связей мне пришлось непрерывно три недели загружать в память фотографии и биографии всех этих особей – их супругов, детей, родителей. Оставленный белый фрагмент еще предстоит заполнить клубком родственных связей, в котором окажутся представители таких родов, как Альденбургские, Гольштейн-Готопские и Гогенцоллерны. Образ последний хорошо описал в своем романе похождения доброго солдата-швейка Ярослава Гашек в образе собак, возложив в том числе на их совесть ответственность за развязывание кровавых войн между народами. К Гогенцоллерным относились Фридрих Великий и его родная сестра Луиза Прусская. Склеп династии Гогенцоллернов находится в Берлинском кафедральном соборе, о чем подробно говорил в одном из эфиров на Народном славянском радио. Обратите внимание на маскарадные маски, которые держат Луиза Прусская и София Августа, уроженка прусского города Шеттин. Примечательно, что оговорка по Семилетней войне была допущена накануне предстоящих выборов депутатов, а ведь именно при Софии был издан указ от 14 декабря 1766 года об учреждении в Москве комиссии для сочинения проекта нового уложения и о выборе воную депутатов. В этом указе описан обряд выбора депутатов и их оклады. В 11 пункте определены гарантии. Во всю жизнь своей всякий депутат свободен, в какое бы прегрешение ни впал, от смертной казни, от пыток и от телесного наказания. Имения их от дня выбора всякого депутата освобождаются от конфискации во всех случаях, кроме как за долги. Кто же на депутата нападет, ограбит, прибьет или убьет, тому учинить вдвое против того, что в подобных случаях обыкновенного. То есть в указе описана современная модель депутатства, личная и имущественная неприкосновенность, права, оклады и никакой ответственности за свои действия перед населением империи, от лица которого они действовали. Депутаты получали денежное вознаграждение от тех, чьи интересы они оформляли в виде законодательных актов для порабощенных народов империи. По сути, они были народными депутатами. Просто не уточняется интересы какого именно народа они представляли. В 13 пункте сказано, что депутатам подданных нам народов, которые не знают российского языка, надобно привести с собой переводчиков. Любопытно, а каким же образом происходило управление, как нам говорят, единой территории, на которой при правлении Софии еще не все понимали российский язык и им требовался переводчик? Интересно, требовался ли для самой Софии переводчик, раз она не была уроженкой тех земель, которыми управляла? И было ли ей знакомо истинное значение слова «депутат»? Если взять во внимание тот факт, что София вела переписку с французским философом Вольтером, то происхождение слова «депутэ» достаточно точно определяет всю прислужническую суть явления того времени. Трансации от визита никто не ждет, хотя сам его факт – событие неординарное. Учитывая то, что для этой поездки восьми американским конгрессменам потребовалось немало решимости. Мягко говоря, очень многие в Конгрессе и вообще в Вашингтоне не в восторге от этой идеи. И вот редкие, можно сказать, исторические кадры. Американские законодатели неожиданно появляются на балконе Государственной Думы, и депутаты, заметив это, тепло их приветствуют. Минуточку внимания. Я обращаю внимание, что на балконе Вячеслав Володин пригласил конгрессменов и сенаторов Соединенных Штатов Америки. Давайте поприветствуем наших коллег. Конгрессмен Ричард Шелби, глава делегации, был явно удивлен трудовой дисциплиной российских коллег. Делегация. И она совершенно не случайно приехала 4 июля, день независимости Соединенных Штатов. Ведь что произошло по сути? Заходит эта делегация, и спикер, который вел заседание Госдумы, прерывает выступающего, говорит, «К нам тут зашла американская делегация, давайте встанем и поприветствуем». Это что? Форма вежливости? Да вообще рядом не стояло это с формой вежливости. Это проявление рабского, хаопского своего отношения по отношению к хозяину. Это хозяин пришел. Кух, они сделали. И нужно было сделать КУ. Хозяин зашел, и нам нужно было встать. И кто это сделал? Вел Иван Иванович Мельников. Первый зампред КПРФ. Те самые люди, которые сливали Россию, Советский Союз, они по-прежнему в душе рабы и подпиндосники. Для них хозяин важен. Он спокойно мог это сделать потом. Вот там зашли товарищи, наши коллеги американские, все показал, все. Нормально. В американском конгрессе кто-нибудь встает, когда кто-то к ним заходит? А у нас встали и стали аплодировать. И подавляющее большинство с таким восторгом. Хозяин пришел. Смотрят такими преданными глазами. Но повторю, дирижером этого подобострастного, унизительного для России, для депутатов Государственной Думы действа, был представитель КПРФ. Типа за независимую Россию. Вот когда говорите о независимости, о суверенитете, вот он, конкретный акт того, что произошло. Повторю, не зря было четвертого. В третьей сценке, разыгранной с Сергеем Брилевым, президент дает отсылки к битве под Полтавой, умышленно выдавая еще подсказки и употребляя слово «водораздел». Если вам будет интересно узнать побольше об этом городе, об истинном значении этого места на карте, пишите в комментариях. А пока я задам вам лишь один вопрос. Почему лидеры и СМИ Украины уже который год навязывают ненавистническое отношение к России и ко всему русскому, вплоть до закрытия границ между двумя бывшими братскими советскими республиками, но при этом так трепетно и бережно относятся к монументу славы, установленному в центре Полтавы в честь победы русской армии над шведским королем Карлом XII. Практически в одно время с так называемой оговоркой президента о Семилетней войне в информационном поле разгорелся скандал вокруг российского флага, участниками которого стали Константин Семин и Мария Захарова. Если вам интересно узнать настоящую историю появления триколора, могу рассказать в одном из следующих видео. А во время ожидания рекомендую освежить в памяти видео об рименских музыкантах, об обрядах дома Романовых, о посвящении Петра в императоры Священной Римской империи и видео о торговых путях и волоках «Люди-сволочи». В завершении видео немного совпадений. Имя одиннадцатиклассника – Никанор Толстых, не самое распространенное в настоящее время. Оно созвучно с понятием «канон» – неизменное, консервативное, традиционное, не подлежащее пересмотру совокупность законов, норм и правил. Имя директора Воркутинской школы, номер 35, подвергшей критике поведения ученика своей школы – Юлия Рябцева, созвучно с названием «Птички». Имя учителя-подростка, поддержавшей его поведение – Елена Грозных. Вот и получается, что попытки подвергнуть сомнениям традиционные академические знания об исторических событиях и их трактовку, тут же защищает система. Так что же это такое было? Оговорка или подсказка? Думайте сами, решайте сами. Благодарю за внимание. Чего Петр Первый в Семилетнюю войну учинил? Ну что он со шведами с 7 лет воевал? И вообще, битва под Полтавой. Вы представляете, где Полтава, да? Где Швеция, а где Полтава? А решающая битва между армией Петра Первого и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, нифига себе. Чего это там все делали-то под этой Полтавой? Вот это же все имеет значение. Имеет значение. Это нам позволит, повторяю еще раз, использовать все эти знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня и принятия решений, которые повлияют на будущее. Вот это важно. Позволит, повторяю еще раз, использовать все эти знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня и принятия решений, которые повлияют на будущее. Вот это важно. Продолжение следует...